Меня зовут Жул Дыс. Вопросов, конечно, у меня много, но почему-то хочу спросить, озвучит один про сепарацию от родителей. Нужно какую-то технику делать или просто достаточно уехать от них, и всё, произошла сепарация? Или что-то нужно сказать, какое-то намерение? Или отрезать, уехать, не звонить, не общаться? Смотри, у меня сепарация происходила в течение года. Я думаю, быстрее она не проходит. Просто уехать, вот многие говорят, я говорю, вам надо оторваться от родителей. Я дома не живу с родителями уже два года. Я говорю, сколько раз вы созваниваетесь? Три раза в день. Для меня личная моя победа была, я и осознание, что уже всё, до конца мы оторвались от родителей. Когда я позвонил маме, она сказала, Игорь, мне некогда, перезвони. Я думаю, надо же, у них там дела какие-то. Это же прям действительно победа, когда ты звонишь маме, а у неё на тебя времени нет. Это же круто. Но когда я уехал учиться в университет, я плакал год в подушку. Было очень больно, здесь всё рвётся, это очень ужасно. И вот эта сепарация, она должна происходить в возрасте от 12 до 14 лет начинаться. То есть ребёнок должен быть самостоятельным. Вот в этот момент больно только маме. 16 лет, когда у него от меня секрет, он мне ничего не говорит. Вот когда начинается, всё, это уже началось. В этот момент главное ребёнка не удержать. Просто его надо отпустить, подглядывать из-за угла, но отпускать. Для него тогда это будет не больно. Он привыкнет быть без родителей и потихоньку-потихоньку будет отрываться. Если вы его удержите в 16, в 17, в 19 лет, в 40 отрывать уже будет очень больно. И в 40 отрываться от своей мамы, это задача практически нереальная. Почему? Потому что тебе 40, маме 70 или там 60, там сколько-то. И каждый раз, когда ты от неё уезжаешь, у мамы инфаркт. Я тебя всю жизнь ростил, а ты, сучка, меня бросила. И поэтому в 40 лет отрываться от мамы с папой, это очень болезненно и для тебя, и для мамы. Потому что если, не дай бог, мама тебе звонит, а ты такая, у меня, короче, сепарация, я не беру трубку, а мама, не дай бог, умрёт. И вот этот груст на твоей шее останется на всю жизнь. Поэтому отрывайтесь в тот момент, пока родители молодые, переживут как-нибудь. Я сейчас всё чаще понимаю, что я уже не молодой человек, в том плане, что ко мне недавно пришла девочка, и она говорит, у меня родители старенькие, я им помогаю, им так сложно платить ипотеку, я за них ипотеку плачу, 23 года ей. Я сколько родителям лет? 44. Они у меня старенькие. Это манипуляция родителей. Конечно, им проще, когда дочка платит за их ипотеку, но это войдёт в привычку её, и она не выйдет замуж, потому что от мамы она не оторвалась. И от папы. Я говорю, прекрати заниматься этой ерундой. Не давай родителям деньги. Потому что они пока ещё молодые. Родителей надо поддерживать, но когда они уже немощные, или когда они ставят на себе социальный крест, говорят, я пенсионерка, работать больше никогда не могу. Конечно, нужно поддерживать. Но в рамках и пределах тех, которые в их миропонимании. Потому что когда ты начинаешь давать больше денег, ты чувствуешь, что ты платишь кредит своих родственников. Замечали, да? Чуть-чуть больше переваливается, чем маме надо, ты начинаешь спасать свою родню. Потому что ей надо быть хорошей, и она будет эти деньги как-то раздавать. Поэтому больше её миропонимания не отдавайте. Держите в таком. Тем более то поколение, оно привыкло, что им что-то не хватает. Когда у них всё хорошо, у них что-то плохо должно случиться. Обязательно. И самое страшное, что это случается. Потому что они ждут. Мама-сын. Вот если брать психологию, то вот этот, когда мать любит сына сильно, это называется гипов-комплекс. Это есть такой анекдот у психологов. Он говорит, у вашего сына гипов-комплекс. Да я вас умоляю, лишь бы маму любил. Лишь бы маму любил. Когда есть парка, ещё такая доча и отец. Она реже встречается у нас, но это называется девочкой электро. То есть, когда любовь к папе и дочери, и она не может отпустить папу, он не может отпустить дочь, и тоже у дочери не складывается семья. Поэтому очень важно отпускать детей, очень важно отпускать родителей и не сидеть на шее друг у друга. Что получается? Почему мама сидит, привязывается к своему чаду, потому что она не наладила взаимоотношения со своим мужем или со своим мужчиной каким-то. И тогда ей надо кого-то лечить, ей надо кого-то спасать, ей своё внимание надо кому-то отдать. И она начинает там... Ты себя хорошо чувствуешь? Пойдём в больницу. И она начинает его таскать там. У тебя, кажется, ноги одна длинче другой, у тебя голова болит. Я знаю, да, это вот как ребёнок одевает шапку, когда у мамы уши замёрзли. И она начинает за ним заботиться, вместо того, чтобы заботиться за мужчиной. И поэтому возникает, смотрите, что мне неинтересна моя жизнь, я живу тогда твою жизнь, при этом ты не живёшь свою, ты живёшь мою как будто, а я не живу свою, я живу твою. И получается, как минимум, два несчастных человека и ещё брошенный муж. И в таких парах поэтому мужчина живёт меньше. Когда мать вся в детях, мужчина в 45-50 лет инфаркт. Ну вот плюс-минус там тромб сорвался, там просто так умер, я не знаю. Поэтому очень важно, чтобы вот эта сепарация, она произошла. И если ты уже взрослая, то всё равно сепарируйся. Мама заметит, когда ты будешь отрываться, она начнёт тебя цеплять заново, там, ты плохая дочь, ты меня, будет вызывать от тебя на агрессию и на жалость. Вот эти вампиры, они тебя пробуют, то так, то так, тебя раскачивают. И когда ты на них энергию сливаешь, они тебя пожирают.